История Екатерины Соколенко Катя отказалась заезжать в такую квартиру, средств на ее восстановление у молодой мамы с трехмесячным ребенком на руках не было. Вновь съемное жилье и надежда на то, что когда-нибудь у Кати появится свой уголок, где она сможет воспитывать своего малыша. Осенью прошлого года Кате наконец предоставили квартиру. Нет, вот я получила квартиру. Ну, конечно, не такое то, что ожидали, но хоть получила. Сделала вот. Тут все было отрезано, отопление было отрезано. Ремонта предстояло много. Квартира была в запущенном состоянии. Катя вспоминает, что в какие-то моменты просто опускались руки. Нужно менять кровлю, подключать отопление, делать косметический ремонт. Помогали всем миром. Соседи нашли мастеров, которые согласились выполнить работу в долг. Сама Катя, не покладая рук, обустраивала свое жилье. За небольшой период времени сделали трубы канализации. Подключили отопление, воду и электроэнергию. И это не считая косметического ремонта в квартире. Свет подключили. Договор с ними заключили. Все. Отопление сделали. Вот. Где-то три месяца назад. Три месяца мы после отопления. Полностью все было отрезано. Трубы со всех. Все бежало. С каждой батарейки. Батареи вот взяли. Трубу, сантехнику, канализацию. Это мы все полностью, естественно, поменяли. Беспокоит Катю то, что остаются долги от прошлого владельца. Только за отопление сумма долга свыше 100 тысяч тенге. Сейчас Катя аккуратно платит по квитанциям за коммунальные услуги. В аренду. Как-то год. А после года что делать? Если бы они у меня ее заберут, как я? Я же ее не приватизировала. Просила, вот сейчас закон вышел, чтобы прописаться. Получается, я прописана по другому адресу, а живу тут. Но они мне сказали, что сейчас у них прописка приостановлена, и что они прописывать не будут. В отделе ЖКХ Зряновского района нам пояснили, что договор аренды действительно заключили на год. За этот период специалисты будут следить за тем, чтобы не копились долги по коммунальным услугам. И жилье содержали в надлежащем состоянии. А по истечению определенного периода времени Катя сможет приватизировать квартиру, и она перейдет в ее собственность. Такая же ситуация и по другим очередникам, получившим жилье в прошлом году. Под категорию социально уязвимые слои населения подпадают инвалиды, семьи, воспитывающие детей инвалидов, сироты. И, значит, за истекший 2016 год было выдано троим семьям, воспитывающие детей инвалидов. Еще пять квартир находятся на рассмотрении в суде. А как только будет принято решение по передаче их коммунальную собственность, они будут распределены между теми, кто стоит на очереди. По переулку школьному рассматриваются вопросы. Как я ранее сказал, квартира, которая уже переведена в коммунальную собственность, ждем решения вступления в законную силу. В списке очередников на получение жилья уже свыше тысяч человек. Работники бюджетных сфер, государственные служащие, инвалиды и дети-сироты. Обеспечить всех жильем в один момент невозможно. Но хочется верить, что светлых историй, таких как у Кати Соколенко, будет больше. Алиса Краскова, Ради Мантов, Служба новостей.